Мы неправильно ставим вопрос. Вот всегда ставят вопрос о том, какую причину старения. А на мой взгляд надо ставить вопрос, почему мы так долго живем. Потому что, если думаться, нас и бьют со всех сторон. Нас бьют внутренние процессы, те же там оксидативный стресс, те же там гликирование, еще пуще всего. Нас бьют внешние процессы, там излучения, химические вещества, черт что. Очень много причин, по которым мы должны были бы умереть, там еще в детстве, если вдуматься. Все должны были бы умереть в детстве, да. Добавим сюда инфекции, потому что хронические вирусные заболевания, хронические бактериальные заболевания, хронические прозитозы, это такой же, в общем-то, компонент общего старения, как и все остальное, вносит точно такой же вклад. Хотя имеет там, может быть, другие причины, чем то, что я раньше перечислил. И тем не менее, мы живем. Более того, если вспомнить о том, что мы люди, то мы еще и долгоживущие организмы по сравнению с другими. Соответственно, вопрос надо ставить не потому, не о том, почему мы умираем, вот я перечислил кучу причин и далеко не все, почему мы умираем, а о том, почему мы умираем не сразу. И если поставить вопрос так, то он становится более осмысленным. И к нему может подойти с точки зрения, вот как Добжанский говорил, что ни что в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции. И в свете эволюции понятно, что мы в процессе эволюции наши предки жили все дольше и дольше, старались жить все дольше и дольше. То есть не было тогда самоуничтожения. Хотя, да, совершенно верно, как Мамук тут говорил, что антогенез это тоже один, это один из механизмов старения, поскольку антогенез, работая в позитивном направлении в течение репродуктивного возраста, он может начинать работать во вред более поздние годы. И, соответственно, с точки зрения эволюции, программа старения, программа самоуничтожения, она не нужна. Потому что понятно, что если какой-то индивидуум живет дольше других своих соседей и здоровым живет дольше других, то есть не стареет дольше, то он оставит больше потомков. Эти потомки тоже будут более долгоживущие, они тоже обгонят остальных. И, соответственно, именно эволюционная задача, эволюционно мы стремимся жить как можно дольше. С каждым поколением продолжительность жизни увеличивается. И не случайно жили там раньше, может быть, по 30-40 лет, даже в хороших условиях. А сейчас живут по 80 лет и продолжают расти продолжительность жизни. Это тот самый естественный отбор, который, благодаря благам цивилизации, он начал более активно влиять на нашу продолжительность жизни. И, соответственно, вот это то, что я хотел сказать, что не надо искать одну причину старения. У нее множество механизмов, которые можно называть причинами, можно не называть причинами. Их много. И если мы хотим с явлением старения бороться, то нужно бороться, не выделять какое-то одно главное и забивать его антиоксидантами или чем-то еще, а нужно бороться с каждым из них или, по крайней мере, с ведущими причинами смертности. И эксперименты совершенно оглядно показывают, что если мы воздействуем на разные механизмы старения одновременно, то синергичный эффект увеличения продолжительности жизни, пока на животных, к сожалению, он получается не просто суммарным, как если один дает 5%, другой 10% в сумме 15%, на самом деле в сумме 20% или 25% в таких экспериментах. Ну, математически можно понять, почему не так и должно быть. И, соответственно, если мы хотим бороться со старением, нужно вычленять все значимые механизмы старения, желательно индивидуально, потому что разных людей могут разные механизмы старения быть значимыми и бороться именно с ними. Спасибо.